Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо. Я Роман Карасев, и тема моего сегодняшнего видео это Олимпийские игры в Париже 2024 года. Ситуация, которая сложилась сейчас в международном олимпийском движении относительно участия российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде в Париже, достигла своего апогея, и такая ситуация, конечно же, не впервые в Олимпийском движении международном, в частности, почти 40 лет назад, в 1984 году такая ситуация была, и в 1980. Конечно же, есть большая разница именно в тех ситуациях, которые были 40 лет назад. Что касается сегодняшней ситуации, то она, конечно же, мне кажется, зашла в тупик, и ни одна из сторон, что международное спортивное сообщество в лице международного олимпийского комитета, что ни федерации видов спорта олимпийских в Российской Федерации, и в Белоруссии, также и Олимпийские комитеты этих стран не смогли найти взаимопонимание, и так называемая спортивная дипломатия оказалась неиспользована. Лично мое мнение, оно складывается из двух моментов. Первый момент, конечно же, это Международный олимпийский комитет, который выдвинул определенные требования к спортсменам, в результате чего многие спортсмены оказались выброшенными за возможность вообще участвовать не только в олимпийском гонке, но и вообще даже тех спортсменов, которые достигли вот этого уровня попадания на Олимпиаду, оказались выброшенными, так сказать, вот с этого корабля олимпийского. И, на мой взгляд, конечно же, в данном случае Международный олимпийский комитет как международная спортивная общественная организация должна была все-таки быть, наверное, больше на стороне не эмоций, хотя они, конечно, присутствуют, и я, так сказать, сожалею, что в сегодняшнем мире высоких технологий, так сказать, высокоразвитого интеллекта человека до сих пор складываются ситуации вот таких немыслимых военных конфликтов, которые вообще уничтожают все, как говорится, мечты людей в любых сферах деятельности. И в данном случае, конечно, Международный олимпийский комитет как организация, которая, на мой взгляд, вообще одна из задач ее вот такое объединение и убирание вот этих границ, нахождение консенсуса, нахождение взаимопонимания среди спортсменов вот этого общества спортивного, должна была найти все дипломатические пути. И раз уж вот так сложилась ситуация, что пошли вот такие вот отказы от участия в Олимпиаде в Париже, значит, все-таки Международный олимпийский комитет не смог найти те дипломатические пути для того, чтобы все-таки Олимпиада в Париже была, ну вот на самом деле, такой, какой мы привыкли ее видеть последние 40 лет. Ситуация неоднозначная, конечно же, и с федерациями, Российской Федерации, имеется в виду спортивными организациями, которые ввиду своих, мне так и непонятных, в последний момент решений решили вообще отказаться от поездки на Олимпиаду. В частности, это касается Федерации Юго-России. Мне совсем непонятно, зачем тогда вообще вот все эти два года спортсмены в таком режиме тренировались, следуя к своей мечте. И, на мой взгляд, раз уж вот так сложилось, что международное спортивное сообщество в лице МОК всего лишь одобрило определенному количеству спортсменов участие в Олимпиаде, на мой взгляд, ну, Федерация Юго-России должна была дать участвовать этим спортсменам, не отнимать вот этого права спортсмена на участие, потому что все-таки спортсмен, он не... Понятно, что спортсмен едет на Олимпийские игры, и в любом случае, так или иначе, все будут его олицетворять, ну, как бы, с той страной, откуда он приехал, даже какая бы нашивка у него ни была, или вообще будет нашивка или не будет, будет, флаг не будет, все равно все понимают, откуда этот спортсмен приехал, сейчас есть доступная информация в интернете, можно набрать любую фамилию, там будет все написано, поэтому участвовать спортсменам, на мой взгляд, надо было разрешить, не принимать вот такое жесткое решение о, как бы, отказе от поездки. В свою очередь, конечно, как я понимаю, сами спортсмены, ну, уже сами, наверное, принимали решение, ехать или не ехать, и в данном случае, вот, я понимаю, что спортсмены именно от вида спорта дзюдо, от России отказались в поездке, ну, по крайней мере, вот официальное такое сообщение мы видели на сайте Федерации дзюдо России, вот одного из дзюдоистов. Ну, хочу сказать, что вообще, если мы возьмем там 40-летнюю историю, это Олимпиада 80, Олимпиада 84, ну, в частности, Олимпиада 80, то тогда тоже сложившаяся ситуация, когда международное сообщество решило отказаться от участия в Олимпиаде, все-таки некоторые спортсмены из таких стран, как Италия, Англия, Великобритания и другие, там, они приняли участие в этих играх, даже в ущерб себе, отказавшись от каких-то определенных, наверное, плюсов для себя, там, и пример тому, Эцио Гамбо, олимпийский чемпион 1980 года в Москве, который, будучи, значит, военным итальянской армией, отказался продолжать службу и ради Олимпийских игр, вот, пожертвовал вот этим всем, ради своей большой мечты быть участником Олимпийских игр, и, конечно же, никто не будет сегодня уже точно ему говорить, да и тогда никто не говорил, что он поступил неправильно, он стал олимпийским чемпионом, никто не может сегодня сказать, что это там были, была легкая Олимпиада или тяжелая, в любом случае, Олимпийские игры – это большой спортивный форум, поэтому, на мой взгляд, хотя я и не был участником Олимпийских игр, я и никогда даже не пытался попасть в состав Олимпийской сборной, но вот я, как любитель дзюдо, любитель физической культуры и спорта, понимаю, что Олимпийские игры – это самый пик, ну, вот такого любительского, так назовем, спортивного движения, конечно же, для многих спортсменов, где Олимпийские виды спорта представлены, в частности дзюдо, важным участвовать, и для многих это, может быть, даже последний шанс, да, там, по возрасту, ряду причин, может быть, просто пропадет мотивация, было участвовать в этих Олимпийских играх, тем более, что, если мы посмотрим, там, буквально, прошлые Олимпийские игры в Токио, которые также были связаны с различными проблемами, там, пандемия, отмена, неотмена и так далее, то есть вот эта вся круговерть, она немножко гасит вообще весь интерес к большому спорту, к большому международному, такому спортивному объединению. И, не знаю, вот в этом году Олимпийское дзюдо отмечает 60-летие. 60 лет назад впервые в Токио в программу Олимпиады было включено дзюдо, и вот, так сказать, вот на такой вот праздник Олимпийского дзюдо практически, вот получается даже какой-то немножко оказался такой скомканный праздник. Конечно же, я не могу вот прям 100% обвинять кого-то в их каких-то действиях, ни в коем случае я высказываю лично свое мнение, что вот будь я на месте там спортсмена или, наверное, там чиновника, я бы все-таки поступил бы по-другому, все-таки попробовал бы использовать спортивную дипломатию в противовес дипломатии политической и создать такие условия, такие предпосылки, которые бы позволили убрать вот эти границы непонимания между спортсменами и между политиками и все-таки сделать так, чтобы Олимпийские игры были такой возможностью и реализацией мечты для спортсменов. Понятно, что вот в данном случае получается, что спортсмены из двух стран попали в такую ситуацию. Это, конечно же, для международного Олимпийского движения не настолько критическая ситуация, но если мы будем вот расценивать, как говорится, с этой позиции, знаете, как, ну, один, как говорится, ребенок, так сказать, пропал, два пропала, но у нас еще есть много детей, то это, конечно, не совсем, наверное, нормальная позиция. Поэтому я, в свою очередь, хочу пожелать всем тем спортсменам, которые пытались отобраться на Олимпийские игры, отобрались, получили рейтинговые очки, ну, я говорю о дзюдо, и шли к этой своей мечте тем спортсменам даже, которые вот оказались в этой вот четверке допущенных, говорим о российском, дзюдо, и которым по ряду причин внутри Федерации дзюдо России также, как говорится, не получилось принять участие в Олимпиаде. Я хочу им сказать, чтобы они, ну, наверное, не падали духом. Все-таки занятие дзюдо дало им, наверное, понимание жизни, и они будут продолжать заниматься дзюдо вопреки всему. А международное спортивное сообщество в лице Международного Олимпийского комитета, в лице Международных Федераций видов спорта, в лице Региональных Федераций видов спорта, все-таки будут, наверное, более профессиональные спортивные дипломатии, будут стремиться, в первую очередь, сесть за стол переговоров, не обмениваться упреками в адрес каждой из сторон, потому что же в этих упреках, в конечном счете, страдает третья сторона, это сам спортсмен. Поэтому я хочу пожелать всем здоровья, долголетия, продолжайте занятия спортом, в профессиональной сфере, в любительской сфере, и вообще для средств физической культуры, занимайтесь постоянно, систематически, и давайте все-таки даже несмотря на то, что вот так случилось, что Олимпийские игры пройдут без спортсменов из России и Белоруссии, все равно будем наблюдать, смотреть за теми спортсменами, которые будут там участвовать. Так или иначе, для многих спортсменов, любителей, болельщиков Олимпийские игры всегда были, есть и будут, и они, скорее всего, будут транслироваться по телеканалам, не знаю, будут ли они транслироваться по российским телеканалам или белорусским, но сегодня есть доступ в интернет, можно все это смотреть, поэтому давайте все-таки будем идти по пути всеобщего благополучия и процветания, как говорил Кана Дзегора, создатель школы Кадакан Цюдо, и такой активный деятель развития Олимпийского Дзюдо. И я хочу всех дзюдоистов поздравить с таким праздником, с юбилейным годом, 60 лет Олимпийскому Дзюдо. До новых встреч! Но если у вас, уважаемые зрители, есть свое мнение и вы хотите его высказать, вы можете писать в комментариях, конечно же, комментарии оставляйте, в рамках приличия. Я очень надеюсь, что мы не перейдем на какие-то вот такие опасные выражения, которые могут привести к еще большему разногласию между спортивным обществом и вообще обществом, населяющим планету Земля в целом. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова